Турецкий язык. Урок номер 32. Долженствовательное наклонение. Гереклилить кипи. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим долженствовательное наклонение в турецком языке, или по-турецки Гереклилить кипи. Долженствовательное наклонение используется для выражения необходимости действия. Аффикс долженствовательного наклонения имеет два варианта по большой гармонии гласных – малы или мели. Если у нас в последнем слоге корня глагола идут буквы А, И, О или У, то используем аффикс малы, и если у нас буковки Э, И, Ё или Ы, используем аффикс мели. Например, глагол «яб-мак делать». «Яб» у нас здесь буква А, поэтому используем аффикс малы и получаем «яб-малы» – должен делать. Или «чалыш-мак» – заниматься, трудиться. «Чалыш» заканчивается на буковку И, поэтому используем аффикс малы и получаем «чалыш-малы» – должен трудиться. Теперь возьмем примеры с мягкими гласными. «Гюль-мэк» – смеяться. «Гюль» у нас здесь «ю», и поэтому мы используем аффикс мели и получаем «гюль-мели» – должен смеяться. Или глагол «гёр-мэк» – видеть. «Гёр» у нас здесь буковка «э», и поэтому используем аффикс мели и получаем «гёр-мели» – должен видеть. Отрицательная форма образуется по стандартной схеме при помощи аффиксов «ма» и «ме», которые присоединяются к корню глагола. Например, «Ол-мак» – быть, «Ол-мамалы» – не должен быть. Или «Бул-мак» – найти, «Бул-мамалы» – не должен найти. Или в примере с мягкими гласными. «Биль-мек» – знать, «Биль-мэ-мели» – не должен знать. «Дин-ля-мек» – слушать, «Дин-ля-мэ-мели» – не должен слушать. Теперь посмотрим, как должностовательное наклонение используется с личными аффиксами. Здесь у нас тоже все по стандартной схеме. Корню глагола мы добавляем аффикс должностовательного наклонения и потом добавляем личный аффикс. Например, глагол «окумак» читать. «Бен окумалыем» — «я должен читать». «Сен окумалы, сын» — «ты должен читать». «О окумалы» — «он должен читать». «Биз окумалыиз» — «мы должны читать». «Сиз окумалысыныс» — «вы должны читать». «Он наш окумалылаш» — «они должны читать». Здесь в первом лице единственного и множественного числа. Не забываем, что у нас добавляется соединительная буковка «е», так как после «малы» идет аффикс «ым» или аффикс «ыз». И получается две гласные, соединяемых с буковкой «е». И глагол с мягкой гласной «ичмек» — «пить». И попробуем его использовать с личными аффиксами и в отрицательной форме. Например, «Бен ичмемелиим» — «я не должен пить». «Сен ичмемелисин» — «ты не должен пить». «О ичмемели» — «он не должен пить». «Биз ичмемелиис» — «мы не должны пить». «Сиз ичмемелисинис» — «вы не должны пить». «Он нар ичмемелилер» — «они не должны пить». Здесь все должно быть понятно. Теперь посмотрим, как у нас образуется вопросительная форма. Она тоже образуется по стандартной формуле при помощи вопросительной частицы «мы» и «ми». Сначала у нас идет корень глагола и аффикс должностовательного наклонения. Далее вопросительная частица «мы», которая соединяется с личным аффиксом. Например, глагол «Ятмак» – ложиться. Здесь не забываем, что встретим в лице множественного числа. У нас идет отличие от всех других вариантов. Мы сначала добавляем личный аффикс множественного числа к глаголу, а потом уже добавляем вопросительную частицу «мы» и после этого ставим вопросительный знак. И посмотрим на примере глагола «чозмек» решать вопросительную и отрицательную форму. Здесь ничего не меняется, кроме того, что между корнем и аффиксом должностовательного наклонения мы будем ставить отрицательный аффикс «ма-ме». Здесь у нас все по стандартной формуле, и поэтому не должны возникать никакие вопросы. Теперь посмотрим на примерах использования должностовательного наклонения. Например, «Ярын ищегитмелием». «Завтра я должен идти на работу». «Ярын ищегитмелием». Или «Чоджук ларымыза гюзель тербе вермелиз». «Мы должны дать хорошее воспитание нашим детям». Здесь, в принципе, глагол «тербе вермек» – это «дать воспитание» или «давать воспитание». По-русски, наверное, правильно будет сказать «мы должны дать хорошее воспитание нашим детям». А еще правильно, наверное, будет сказать «мы должны хорошо воспитывать наших детей». Следующий пример. «Ты не должен переходить улицу на красный свет». Смотрите, если дословно переводить это предложение, получается «каршидан каршия» с противоположной стороны на противоположную сторону. Но так используется, когда имеют в виду «переходить» или «пересекать» улицу, дорогу, реку, неважно что. Поэтому, несмотря на то, что здесь в турецком языке нет никакого слова «улица», но имеется в виду «переходить на красный свет», правильный на русский язык нужно переводить «ты не должен переходить улицу на красный свет». Здесь тоже у нас нет слова «помещение», у нас есть слово «алан», что обозначает пространство. Но так как «каполы алан» – это закрытое пространство, оно у нас само по себе помещение, поэтому на русский язык мы переводим «вы не должны курить в закрытом помещении». «Каполы аланда», «сигара» и «чмемели синис». Теперь посмотрим несколько примеров в вопросительной форме. Например, «Бу иляч лары кулан малымы им». «Я должен принимать эти лекарства». «Иляч кулан мак» переводится дословно как «использовать лекарства», но правильно переводим «принимать лекарства». «Бу иляч лары кулан малымы им». Следующий пример. «Бу коную он надлапайлаш малымы из». «Мы должны поделиться этим с ними». По-турецки «бу кону» переводится как «кону» как «тема», и это «тема». Но под этим словом в переводе на русский язык может подразумеваться вопрос, может подразумеваться информация, то есть надо смотреть в контексте, что мы имеем в виду. «Бу коную он надлапайлаш малымы из». Или попробуем в отрицательной вопросительной форме взять примеры. Например. «Ярыш маяк атлан херкесе адалетли давран мамалымы сын». «Ты не должен относиться справедливо ко всем участникам соревнования». «Ярыш маяк атлан херкесе адалетли давран мамалымы сын». Или следующий пример. «Бусы навы ге чмеки чин ге ты риндя чалыш мамалымы сынэс». «Вы не должны достаточно заниматься для того, чтобы пройти этот экзамен». Ну вот, когда в отрицательной вопросительной форме используем, можно на русский язык в переводе подразумевать, что у нас есть слово «разве» в начале предложения, и тогда будет звучать «Разве вы не должны достаточно заниматься для того, чтобы пройти этот экзамен». И, наверное, это будет ближе к правильному смыслу вот этого турецкого предложения. Теперь отдельно посмотрим глагол «олмак». И в должностовательном уклонении у нас получается «олмалы», что само по себе переводится как «должен быть» или «должна быть». Но еще есть такое использование, как в русском языке «должно быть», что подразумевает предположение. Например, мы видим вот такой дом и говорим «Люди, которые живут в таком доме, должно быть очень богаты». То есть здесь слово «олмалы» у нас как в предположении «должно быть». Или, например, мы видим, что дети выходят из школы и предполагаем, что, наверное, урок закончился, и поэтому все выходят из школы, да, и говорим «Держ бить миш олмалы» – «должно быть, урок закончился». Или следующий пример. Есть такой турецкий фильм, комедия, который называется «Тюрклер чилдермыш олмалы». И как мы его переведем? «Чилдермак» – это глагол, обозначает «сходить с ума». «Тюрклер чилдермыш олмалы» – «должно быть, турки сошли с ума». То есть в поведении турков что-то происходит, и мы предполагаем, говорим, что, скорее всего, наверное, как бы «должно быть, турки сошли с ума». «Тюрклер чилдермыш олмалы» – «тюрклер чилдермыш олмалы». И еще один пример. «Эвегирен мурат олмалы». Скажем, мы сидим с кем-то дома и слышим, как в дверь кто-то вошел. Ну, и мы, может быть, ожидали человека, и я говорю собеседнику своему, «Эвегирен» – «тот, кто зашел в дом» – «мурат олмалы». «Должно быть, это мурат». Вот здесь тоже мы в качестве предположения используем глагол «олмалы». Еще, когда мы используем в третьем лице единственного числа «долженствовательное наклонение», оно может быть использовано в неопределенной личной форме. Например, «Не ябмалы» – «что сделать?» «Что надо сделать?» Есть два варианта перевода. Первое – когда мы говорим о ком-то или для кого-то. «Не ябмалы» – переводим тогда, что он должен сделать. И второй вариант использования есть, когда я у собеседника как бы спрашиваю совета и говорю ему «Не ябмалы», как бы «что» или «мы» или «я» должен сделать. «Что надо сделать для того, чтобы добиться чего-то, например?» «Не ябмалы», «что надо сделать?» Или другой пример. «Онунла насылкону шмалы». «Как с ним надо разговаривать?» То есть я у собеседника спрашиваю, как я должен разговаривать с кем-то. И говорю «Онунла насылкону шмалы». То есть, смотрите, если мы используем в обычном варианте, вот именно как со словом «должен» на русском языке, тогда «Онунла насылкону шмалы» можно перевести как «Как он должен разговаривать с ним?» То есть в третьем лице. Если я говорю же для себя, по идее я должен сказать «Онунла насылкону шмалы им?» Как я должен с ним разговаривать? Но есть еще вот такая форма использования, когда я вроде как для себя говорю, но подразумеваю в общем. И поэтому говорю «Онунла насылкону шмалы». Как с ним надо разговаривать? Или следующий пример «Кеме сёй ле мели?» Кому надо сказать? Не «Кому он должен сказать», то есть человек в третьем лице. А я, например, куда-то пришел, есть какой-то вопрос, мне говорят, что нужно туда-то сказать. И я спрашиваю «Кеме сёй ле мели?» Кому надо сказать? То есть то, что сказать я понял, кому надо сказать? Я это спрашиваю для себя. Или «Ореа незамангит мели?» «Когда надо туда поехать?» Не «Когда он должен туда поехать?» А я спрашиваю для себя. «Когда надо туда поехать?» «Ореа незамангит мели?» На этом все. Сегодняшний урок закончен. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...